вот коридор отеля правда уже поздно хотел показать вид тут хорошие есть с балкона темно уже не видно чудо-включатель непонятно что включает новый свет свет и нет так можно здесь посидеть вечером к сожалению уже наверно темно не видно вот такая гора там вдалеке ночной рынок чангмая оно сам маркет вроде называется еще правда на него не вошли это только дорога рынок картина всегда было интересно их рисует вручную или же печатают под рисунок они больно дешевые на самом деле стоили 200 бат но сам маркет она она сам маркет она потому что раз не было таких навесов он был более такой темный перешпапа кстати туда и идем на самом деле вон он пиццу есть точно сделали крытым от дождя я думаю что же изменилось навес вот это сделали потому что тут чуть что сразу дождик прикольные сумки в чай чем у нас популярны а 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 что а то Он такой крытый, посерьезней стал, лучше гораздо смотрится. О, мыло делают. Прямо вручную, в этих шкатулках. Оно, по-моему, ароматное, насколько я помню. Его сперва вырезают, а потом разукрашивают. Вот такой получается. Он из таких кругленьких штучек делает. Сто, всего лишь 100 бат от этой шкатулки и само мыло. Вылетит достаточно неплохо. Оно, по-моему, даже чем-то пахнет. Ну, оно ароматное. Картина на бумаге, приготовленная из солонового винновоза. Она, кстати, всегда вот это удивлялась. Мороженое здесь по 80 бат. Какое-то странное. На тук-туке стоит. Специальный тук-тук. А, на рыбе массаж. Кстати, классная вещь. О, какие-то эти. Вот это я люблю. Холодные блинчики. Интересно, сколько это стоит. Ну, это, конечно, пластиковый, не настоящий. Но вот так примерно приготовят. Готовый продукт так выглядит. 150. Вот, вон, показывает, как делает. А, это популярное жареное мороженое. Вот, что это такое. 140 бат. Жареное мороженое. Ну, конечно, с виду дороговато. А, да, какие-то вафли. 150. Тоже не дурно. Так, ладно. Ну, выглядит, конечно, круто. Надо они из этого. Это выставочные образцы. Из воска сделали. Показывают. Что-то такие заряжены все цены на все это здесь. Показывают. Хайпинь Юйя 2017. Так, я считаю, тут немножко по кругу пройдусь. Короче, с кем я пришел, потерялся. Ну, опять же, мыло. Так, лучше по центру. Эти тайские амулетики, типа, то ли подделка под древность, то ли они достаточно древние, но достаточно дорогие. Из королупы кокоса с росписью. Там вообще как под перламутр сделано. Галстуки. 180 бат. Часто, я не пойму, так пахнуло, как от бомжа. Часто, никогда здесь такой запах не чувствовал. Не впереди ли я от этих товарищей. Пойду я вперед. Пойду я лучше по другой линии. Часто, такой запах. Вон вообще одна за 85, но они маленькие. Браслетики из мангового дерева. Написано, делают на заказ. Там какие-то слоны. А, это вязаная. Сколько сувениров. Не, ну правильно сделали крытое, то как дождь пойдет, все вот это заливает добро. Он спит на работе. Ну, он уже там консульник подходит. Ну, я так по-быстрому обошел. Тут чье-то из чего-то плетеное дракона. Красиво раскрашенное. 299 за 1. Ну, прикольно. Когда раскрашено, прикольно. Еще только их делают. 2 за 320. Теперь это мыло. А тут мыло 1 за 120. 3 за 300. Но они посложнее тут все это. Расписывать. Сувенирная лавка. Тут прямо едят. А, вот эти играющие, поющие мисочки. Для медитации. Кстати, только в Чангума их видел. Но они достаточно дорогие. Она, по-моему... Вон, полторы тысячи за бат за эту миску. Но 3 тысячи рублей. Вон. Спасибо. Стоит ли она полторы тысячи бат? Вопрос. Кстати, на самом деле, бат за 400 я видел. Такие. Это здесь такое, видно, туристическое место. Вот они и впаривают. Вот. Мне это интересно. Они действительно их рисуют или печатают на чем-то? Или прямо оттиск такой, раз, штампуют. Ну, прикольно. Ну, у меня такие были и сейчас есть. Но я их не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok